Nadex обещает сделать торговлю безопаснее. Spotware Systems обновила платформу C-Trader, iFix Palp ведет незаконную деятельность. Подробнее в нашем выпуске новостей из индустрии Форекса. Здравствуйте! Североамериканская биржа производных инструментов Nadex сегодня представила новый тип ордеров – рыночный ордер защиты или МОП. Согласно описанию, это обычный ордер, который позволяет быстро войти в рынок по текущей цене, но при этом также защищает трейдера от исполнения по цене, которое значительно отличается от целевой. Иными словами, МОП гарантирует исполнение по цене в пределах указанного диапазона. Американская биржа бинарных опционов также сообщила о выходе нового мобильного приложения для iOS и Android с рядом улучшенных функций. В компании утверждают, что новые приложения разработаны с учетом потребностей и торговых привычек пользователей, поэтому они обладают интуитивно понятной и простой функциональностью и значительно повышают эффективность для трейдеров. В октябре Nadex запустил образовательный веб-сайт в домене верхнего уровня Nadex. На этом сайте представлены торговые советы и стратегии, а также информация о преимуществах торговли биржевыми бинарными опционами. Spotware Systems – поставщик финансовых технологий, которые обеспечивают решения для торговли по технологии NDD. Услугами компании пользуются брокеры, банки и их клиенты. Также Spotware широко известна благодаря своим платформам – традиционной C-трейдер и специально заточенной под алгоритмическую торговлю C-альго. Ранее в этом году Spotware представила платформу для зеркальной торговли C-миру. Компания предлагает легко интегрируемое решение – платформа как услуга, которая широко используется брокерами, дилинговыми компаниями, банками и другими фирмами, которые предоставляют финансовые услуги. Мы с уверенностью можем сказать, что последнее обновление C-трейдера можно назвать самым впечатляющим и кардинальным в 2015 году. Благодаря новым возможностям и UX-оптимизации, направленной на развитие нашей площадки для торговли, трейдерам будет еще проще сориентироваться в многочисленных символах, которыми оснащена платформа. Подчеркнул Джеймс Глайд, возглавляющий отдел развития бизнеса в Spotware Assistance. Несколько месяцев назад кипрский форекс-брокер FXPALP лишился лицензии, впоследствии многочисленных нарушений, включая сферу обеспечения безопасности средств клиентов. В сентябре кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам решила оштрафовать двоих акционеров FXPALP на 150 тысяч евро. Финансовый регулятор также посчитал нужным передать дело в Генеральную прокуратуру, которая проверит нарушения на предмет установления уголовной ответственности. События вокруг FXPALP начали набирать обороты ранее, в текущем году, когда кипрский регулятор провел расследование в отношении применяемых брокерской компанией «Практик», повлекших отзыв ее лицензии. Брокер нарушил операционные требования по обеспечению безопасности средств клиентов, а также осуществлял недостаточно эффективный надзор за соблюдением положений, а борьбе с отмыванием денег. На этом наш выпуск подходит к концу. Оставайтесь в Дукаскопе СВИ. До завтра!